У каждого из нас был любимый учитель, чьи уроки мы ждали с нетерпением, кто был не просто педагогом, а настоящим наставником по жизни. Для меня это Татьяна Васильевна Литопурс. Она преподавала литературу в моем университете и могла рассказать о персонажах так, что волей-неволей вся наша группа погружалась в пучину повествования. В День Учителя наш специальный репортаж посвящен именно таким наставникам, которые открывают перед ребятами двери в мир знаний. Итак, уроки начинаются. Под трель школьного звонка ученики спешат на урок. Полоневская средняя школа Октябрьского района небольшая. Здесь учатся чуть больше сотни ребят. Пусть учеников и немного, но спрос с них строгий. Мы всех знаем по именам. Ну что хочется сказать. У нас замечательные дети. Надежда Жеребцова директор школы и учитель физики и информатики. Со своей будущей профессией определилась в старших классах. Говорит во многом благодаря своему любимому педагогу Мальцевой Валентине Ивановне. Она вела математику. Вот уже 20 лет Надежда Жеребцова работает в школе. Не раз участвовала в областных конкурсах профессионального мастерства. Была лауреатом. На ее уроках интересно, но приходится поломать голову. 40 минут информатики. Школьники осваивают Пайтон. Надежда Викторовна объясняет новый материал. Сегодня стремительно развивается мир цифровых технологий. И нужно идти в ногу со временем. Поэтому не только ученики, но и учителя постоянно обновляют знания. Если в мое время учитель, это был, у учителя был рабочий инструмент, это только мел. То в настоящее время, конечно, по крайней мере, у нас в школе на помощь учителю приходит и интернет, интерактивные ресурсы всевозможные. И я, когда использую их на уроках физики, ну, детям очень нравятся интерактивные какие-то эксперименты, лабораторные работы. Упрощает работу учителя, делает образовательный процесс, особенно физику, поскольку это предмет очень сложный для детей, но более доступным, скажем так. Интересно, доступно и интерактивно. В соседнем кабинете урок математики. Три года назад Анастасия Ясаулова пришла работать в школу учителем. Хотя изначально быть им даже и не планировала. А потом в 10 классе у нас был день самоуправления, на день учителя как раз. И я попробовала себя в роли учителя литературы на тот момент. И то, как я ощущала себя стоя у доски, то, как на меня смотрели дети, у которых я вела урок, хотя они были там младше меня всего на год, на два. Но вот эта атмосфера, вот это отношение и обратная связь от детей, я считаю, это именно то, что держит меня в школе. Ученикам на ее уроках всегда интересно. Анастасия Александровна знает, как правильно донести сложный материал дошкольников. Презентации, головоломки, загадки, сложные вопросы, как в известных телевизионных шоу. Дети, как настоящие детективы и знатоки, должны все проверить и найти правильный ответ. Анастасия Александровна, несмотря на небольшой стаж работы, смогла завоевать авторитет старших коллег и учеников. У меня 11 класс маленький, у меня всего две девочки там учатся, поэтому они меня воспринимают спокойно, они меня считают своей старшей какой-то подругой в какой-то степени, но и также относятся уважительно, всегда советуются при каких-то вопросах жизненных и даже не связанных с уроками. Многие сельские школы сегодня не уступают по своему оснащению городским. Здесь тоже есть точки роста, современное оборудование и талантливые педагоги. А это уже город Курск. Школа номер 32 имени преподобного Серафима Саровского. После уроков информатики и математики самое время переключиться на творчество и заняться пением. Светлана Андрианова работает уже около 20 лет. Признается, после окончания школы хотела стать музыкантом, но сейчас даже рада, что все сложилось иначе. Она нашла свое призвание в другом. Ну, я человек верующий, вообще считаю, что во всем есть Божий промысел. Видимо, так должно было случиться. И знаете, я сейчас вот все больше, когда прихожу на урок, я когда вижу глаза детей, сверкающие глаза, я понимаю, что я, наверное, не зря прихожу именно в это учреждение, именно говорю, именно пою. И для меня, знаете, таким критерием самым, за что я благодарна Богу, как один раз дети пели мою песню, песню про Серафима Саровского. И девочка, которая отличалась не очень хорошим поведением, у нее из глаз потекли слезы. То есть я так понимаю, что моей песне, и вот что-то до нее дошло, что тронуло струны ее сердца. Светлана Викторовна говорит, в работе педагога есть свои приятные и тяжелые моменты. Учители окрыляют успехи его учеников. Среди ее выпускников немало лауреатов городских, областных и даже всероссийских конкурсов. Но этот труд отнимает много сил и требует большой эмоциональной отдачи. По-другому просто невозможно. Бывало всякое. И были и слезы после уроков. Конечно, я ученикам это никогда не показывала. Были и улыбки, были и большие радости, были и огорчения. Ну, путь был большой и непростой, так скажем. Честно говоря, когда я урок веду в первом и втором классе, я выхожу физически уставшая, потому что с ними не присядешь, с ними нужно всегда двигаться. Даже музыку мы слушаем с помощью движения. Это называется пластическое интонирование у нас в музыке. В седьмых-восьмых классах я стараюсь больше размышлять о музыке, потому что мне очень важен тот вкус, который я воспитала в детях вот за те годы, которые они прошли. В 32-й школе много молодых педагогов. Учителя постарше стараются им помогать. Часто вспоминают себя в их годы. Когда я только что пришла, у меня, конечно, были большие глаза. Детям заходило, ну, может быть, даже где-то с трясущимися руками, потому что мало того, что подготовиться, надо еще овладеть ситуацией, нужно коллектив организовать. Это очень сложно. Поэтому я очень хорошо отношусь к молодым педагогам. Если нужна моя помощь, я всегда стараюсь им помочь. Кстати, вот по заданию профсоюза я написала ген молодых педагогов. Он сейчас пользуется популярностью, звучит часто. Молодые педагоги с удовольствием его поют. Учителя сами вспоминают, какими они были в детстве, в школе. Как баловались, прогуливали уроки, забывали сделать домашку. Они и сегодня ностальгируют по тому времени, только виду не подают. Ну, конечно, я скучаю, вспоминаю те времена с ностальгией, именно когда я была ученицей. Сейчас я не за школьной партой, за учительским столом, поэтому у меня немножко другая миссия и другое отношение к школьному процессу и к школе. Конечно, скучаю, было весело. Это действительно беззаботное время. Я всегда своим детям рассказываю, особенно выпускникам, которые тут тоже, вот поскорей бы поступите и уйти. Я говорю, поверьте мне, вы будете вспоминать эти времена с любовью. И все плохое, но забывайте, если что-то было. Вспоминаешь из школы только хорошее. 5 октября – Всемирный день учителя. Не теряйте время, позвоните вашим классным руководителям. Скажите несколько теплых слов. Дорогие учителя, хотелось бы вас поздравить с вашим праздником, Днем Учителя. Пожелать вам терпения, усидчивости и хороших учеников. Мы хотим поблагодарить вас за ваш нелегкий труд. Желаю, чтобы профессия педагога приносила вам только радость. И каждый раз, возвращаясь домой, вы с улыбкой думали о следующем дне. За ваше мудрое наставление, за то, что делаете своих учеников настоящими порядочными людьми. Ваша работа – это не просто труд. Это самое настоящее призвание, которому нужно подходить только с открытым сердцем и всей добротой души. Их имена мы никогда не забудем. О них всегда будем рассказывать нашим детям. Приводить в пример и просто благодарить за то, что научили, за то, что воспитали, за то, что помогли определиться с профессией. Дорогие учителя, с праздником! А у вас теперь новая забота – воспитать поколение ярких, талантливых и любознательных ребят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok